Катрин, скажите, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь на этом замечательном мероприятии в Музее оккупации в Таллине? Во-первых, сегодня открывается выставка об референдуме аутономии Нарвы, который был в 93-м году, это значит уже почти поколение тому назад. Да, с выставкой я сейчас посмотрела очень гордко, делал молодой человек, очень интересно, поздравил молодого человека, который действительно нашел для себя такой интересный момент, я спрашивала тоже откуда, сколько человек сам из Таллина, да, выяснилось, что слишком много спрашивали, будет ли Нарва следующим, я имею в виду после оккупации Крыма, и он искает с этой с выставкой ответ, я спрашивала тоже сразу, какой так-то ответ, и он ответит, что мог бы быть. Своё время, чтобы как-то Нарва получила бы свою автономию в 93-м году, мы знаем, чтобы от тех людей, которые голосовали, которых было половина или поменьше, горожан, почти все были за автономию, но сегодня эта дискуссия, как сказать, это такой типичный эстонский вопрос, есть ли Нарва эстонский город, это всегда еще как его звучит, есть Нарва город в Эстонии, есть Нарва эстонский город, что мы имеем в виду, город для эстонцев, эстоно-язычный город, или город, который принадлежит Эстонской Республике, чтобы это такой сложный вопрос, с какого-то точки зрения, его нет мысли спрашивать, сколько ответов мы знаем уже до этого, разумеется, да. Я долгое время жила в Нарве, больше чем 15 лет, я знаю, что всех нарвских людей, несмотря на их национальность, год рождения и на политический взгляд, этот вопрос надоел, очень-очень надоел, поэтому мы все ответили на этот вопрос, как журналистов из России, из Сапада, до Зайденных Штатов, ответили для наших гостей, ответили нашим министрам, нашему президенту, премьер-министру, что такое, как сказать, действительно, типичный эстонский вопрос, Нарва эстонский город или нет. Что было вот в 93-м году, и почему возникла идея референдума? Я, честно говоря, я сама историк, но не занималась этими вопросами, но эстония стала независимой в 91-м году, и, как сказать, на мой взгляд, сколько спрашивают людей, что в Нарве, что это для них значит, Многие скажут, что это уже история, мы уже это забыли, это неважно, не говорить об этом, это уже прошлое и так далее. Но ясно, что для анавских людей, для Нарвятян, стала эстония независимой очень неожиданно, да, они же не приехали в самостоятельное государство, не приехали в Советский Союз, в другой край, может быть, не зная ничего из этого, куда они попали. И сколько я понимала, действительно, от воспоминаний людей, эстонская республика, как пришла в Нарву такой постепенно, да, чтобы не за одним днём, мы же знаем, чтобы были войска ещё в Эстонии до 94-го года, краница была первоначальная, в принципе, открытая, да, и в этой ситуации этот референдум и был, это именно время, когда Нарва потерял 10 тысяч жителей за один год, значит, эта армия выехала тогда и ушли люди. Да, чтобы это, как сказать, это событие своего времени, очень типичный, таких кризисов, как можно, наверняка, как я вижу это сегодня, в 2016 году, там, 23 года попозже, было же в многих местах, в Грузии, в Осетии, в Молдавии, мы знаем, знаем их. Я рада, чтобы мы решили этот вопрос без крови, без потери, за это мы должны быть благодарны, как эстонцы, так, русские в Эстонии, чтобы мы друг друга мирно терпим, и, может быть, с временем побольше, побольше терпим, может быть, когда и любим. Но это не только исторический вопрос, а до тех пор эту тему поднимают, да, и как-то будируют, что вот Нарва там русский город, вот, как вы думаете, почему такие настроения сегодня существуют? Знаете, это же, в каком-то мысли, это же, это же нормально, чтобы этот вопрос есть. Нарва, однозначно, самый русскоязычный город в Европейской Зоюзе, да, чтобы 96% русскоязычного населения, эстонцы, которых я представляю, которые жила в Нарве совсем добровольно, работала, да, не получила бы больше зарплаты, ничего, никаких льгот, да, чтобы я там была, мы там меньшинство. И, разумеется, это интересно выучить, что значит быть меньшинством, я знаю это на себя, да, жива в Нарве. Вопрос, разумеется, стал бы больше острым после оккупации Крыма. Вопрос не возник в Эстонии, вопрос возник в коридорах, в коридорах, в других коридорах, да. И как-то посмотреть на карты мира, где, или на карты Европы, где Нарва находится, тогда это естественный вопрос, посмотря на наше советское прошлое, это естественный вопрос. Поэтому надо к этому вопросу, если Нарва следуешь, или если Нарва эстонский город, относиться спокойно и не слишком сосредоточиться на это, чтобы сосредоточиться на то, что Нарву нужно, что нужно для жителей Нарвы. Сейчас много идеев открыть Нарвию, эстонский дом, дом эстонского языка. Есть идея увезти из Талина фонд интеграции, я сейчас ректор Академии внутренних дел, ведет и разговор нашей Академии с тысячами кадетами, увезти в Нарву, да, что говорится, через два года будет сто лет Исланской Республики, чтобы принести в Нарву жить сто эстонцев, чтобы очень много разных идеев. Я лично не верю, что ни один из этих идеев не может спасти Нарву, да, изменив Нарву. Нарву можно изменить только с долговременными инвестициями, изменениями инфраструктуры и связи с открытием новых рабочих мест. И это для людей, для Нарвиотеян важно. Я очень рада, что эта выставка будет и в Нарве, чтобы нарвские люди тоже могут познакомиться, и тоже думать по их вопросам, что не только то, что мы здесь в Таллине говорим о тех, которые живут в Нарве, но пусть в Нарве они самые выскаженные. А что касается проблемы серых паспортов, вот что вы думаете, как эту проблему решить и надо ли ее решать? Я считаю, что каждый человек добровольно выбирает гражданство, и это опять, это такой в каком-то мысле искусственный вопрос. У людей очень разные причины, почему нет гражданства, нет ни то, ни другое гражданство, просто без гражданства. Это очень часто то, что это дает возможность путешествия, как в сторону России, как в сторону Европы. Я знаю пару женщин, у которых дети живут, сын в России, точь в Германии, так легче. Это очень такие причины личные, причины, которые дают полегче жить. По-моему, нельзя требовать, возьмите гражданство, возьмите эстонское средство. Но предложить можно? Предложить можно, и может быть и нужно. Но я не читаю это самой важной проблемой города Нарва. Я как-нибудь не верю, что человек утром чистит зубы, и после этого начинает думать, какое у меня гражданство. Да, но все-таки речь идет о политических правах, об участии в... Но посмотрим, как мало людей из Нарва участвуют на выборах, чтобы интерес к выборам, в том числе местного самоуправления, где могут участвовать люди без гражданства, достать вам и низкий, достойный, или для них самых низких, чтобы на местном уровне можно участвовать. И кому хочется пошире участвовать в жизни Эстонской Республики, надо иметь эстонское гражданство. Мне лично трудно понимать, что я была бы без гражданства. Здесь я родилась, здесь я... Это моя единственная родина. По-моему, может быть, мне этот вопрос и трудно ответить. Но вы как эксперт в области безопасности. Как вы думаете, вот дать эстонское гражданство людям здесь, которые уже 25 лет живут, да, или там... Ну, это политика, да. Это безопасно? Это политика, это политическое решение. Я не хочу и не буду документировать. Вопрос надо задавать нашим политикам. Да, но с точки зрения безопасности я вас спросил... Я не уверена, что это... Я знаю очень много лояльных людей, которые не имеют гражданства. Знаю очень много очень лояльных людей, которые не знают эстонский язык. Знаю, на мой взгляд, нелояльных, которые знают эстонский язык. 25 лет, которые эстония самостоятельно, это, в принципе, очень короткое время. И не так много же я сейчас ошибалась, да, чтобы... Это же только у нас, да, 25 лет. Да, чтобы... Просто даем жить спокойно. И такова просто жизнь. То есть, когда мы посмотрим на другие приграничные регионы, которые, может быть, уже живут мирно от 45-го года, тоже имеют свои вызовы, да, что поэтому относятся к этому вопросам спокойно. Вы сказали, что почувствовали себя меньшинством, да, вот что это значит, быть в меньшинстве? Это значит, знать твой язык. Я выучила русский, как вы знаете, как вы слышите. Я делаю много ошибок, я знаю, что я делаю ошибки, но я сама исправить не умею. Я очень благодарна за этот опыт. Я работала в России, в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане. Мой мир стал по-польше шире. Я рада, что у меня есть русских друзей, чтобы я больше знаю о русской культуре, но наверняка для меня было самое трудное то, чтобы эстонцев мало. И тогда это должна быть, это как профессия быть эстонцем в Нарбе, да, что ты должна всяких мыслях быть тут типичным. И это трудно, ежедневно быть типичной эстонцей. Спасибо большое.